Всем добра, дорогие друзья! Сегодня мы разберем одну из важных тем, о которой многие врачи почему-то не знают, а именно о триглицеридах и их влиянии на заболевание. Детское и взрослое ожирение, диабет второго типа, резистентность к инсулину, ишемическая болезнь сердца. Все эти болезни становятся слишком популярными в кавычках. С каждым годом все чаще их называют главной причиной ухода из жизни многих людей. По некоторым данным, около 30% населения мира имеют высокий уровень триглицеридов, а это один из основных факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Есть и хорошая новость. Уровень этих триглицеридов можно снизить естественным, то есть натуральным и совершенно безопасным путем. Достаточно грамотно изменить образ жизни и рацион питания, и вы точно увидите результат. Сначала немножко терминологии. Триглицериды – это тип жиров. Или липидов в нашей крови. Сейчас я скажу важную вещь. Все калории, которые мы съели, но они пока не нужны нашему организму в данный момент, вот эти самые съеденные калории преобразуются в наши так называемые триглицериды. То есть триглицериды хранятся в жировых клетках. Когда мы делаем паузу и не едим, то есть не потребляем пищу, то как раз эти триглицериды и используются нашим организмом. Если мы едим больше, чем тело использует, могут возникнуть проблемы с циклом получения и выделения наших триглицеридов. В этом случае уровень триглицеридов растет. Какими могут быть уровни триглицеридов? То есть норма менее 150 мг на децилитр. Пограничный максимум 150-200 мг на децилитр. А высоким уровнем считается от 200 мг на децилитр. Триглицериды вообще путешествуют по нашему кровотоку. Они дают организму энергию, накапливая неиспользованные калории. Почему же повышается уровень этих триглицеридов? На них могут повлиять следующие состояния. Употребление большого количества калорий в принципе, с которым организм не справляется. Ожирение, гиподинамия, то есть малоподвижный образ жизни. Диабет второго типа, заболевание почек, гипотиреоз, проблемы с щитовидной железой. Вредные привычки, это конечно же алкоголь и курение. Побочные эффекты приема некоторых лекарств. Последние исследования доказывают, что совокупность перечисленных факторов повышает риски развития ишемической болезни сердца. Причем и у мужчин, и у женщин. Почему в этом списке находится диабет второго типа? На самом деле все просто. Инсулин имеет важное значение в регуляции липидного гомеостаза. Если организм устойчив к инсулину, все органы, также чувствительные к нему, работают как надо. А в обратном случае начинается системный сбой. Итак, ясно, что если мы сдаем анализ крови именно на эти триглицериды, по их уровню можно предсказать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. И конечно же инфаркты. Кстати, которые в последнее время стали прям бичом жителей многих стран. Итак, чем выше уровень триглицеридов, тем соответственно выше риск появления проблем с сердцем и сосудами. Также растет и риск развития диабета второго типа. Инсулин нужен организму для транспортировки глюкозы в клетки и получения из нее энергии. И именно инсулин дает организму возможность использовать триглицериды для получения энергии. Если есть резистентность к инсулину, клетки просто не пропускают глюкозу, вызывая ее накопление в крови. А теперь о внешнем виде. Если у человека повышен уровень триглицеридов, то в 10 случаях из 10 у него будет излишний вес. Особенно это будет видно по его бокам. Многочисленные исследования показывают, что уровень триглицеридов связан с толщиной талии. Но это еще мелочи. Одно из исследований в США доказало, что высокий уровень триглицеридов задерживает усвоение витамина Е. А именно витамин Е жизненно необходим организму для мозга, кожи, печени, стенок, артерий и, конечно же, глаз. Поэтому, если у вас есть какие-то проблемы с лишним весом или сердечно-сосудистой системой, то постарайтесь узнать ваш уровень триглицеридов. То есть, сдайте анализ. Обычно врачи назначают так называемые статины и фибраты для понижения наших триглицеридов. Однако, у них есть побочные эффекты. Вот пример. Если мы говорим о статинах, то это рецептурные лекарства. Однако, при их приеме может возникнуть боль в мышцах, отравление печени, может повыситься уровень сахара в крови и даже могут начаться проблемы с памятью. Если говорить о фибратах, то, с одной стороны, эти лекарства также, хоть и искусственно, но снижают уровень триглицеридов, но при этом может появиться тошнота, рвота, общее расстройство желудка, печень начнет тянуть. Также могут начать образовываться камни в желчном пузыре при длительном применении этих фибратов. Очень часто статины и фибраты используются в комбинации, что, естественно, повышает риск побочных эффектов. Итак, что нужно делать, чтобы снизить уровень триглицеридов натуральными домашними средствами и обезопасить наш организм? Самый простой и очевидный – сократить потребление еды. Уже доказана связь между окружностью талии и уровень триглицеридов. То есть, чем больше у нас жира на боках, тем более опасен уровень триглицеридов. Прямая потеря веса оказывает влияние на уровень триглицеридов. Стоит употреблять в пищу продукты, которые способствуют снижению. Это, конечно же, овощи, орехи, чеснок, сладкий картофель, семена. Избегайте сладкой пищи. Даже искусственные подсластители не только увеличивают выработку этих триглицеридов, но и ухудшают их выведение, даже если вы будете их выводить. Постарайтесь убрать из рациона мед и сладкие фрукты на 3-4 месяца. Включайте в рацион больше сложных углеводов и правильных жиров. Откажитесь от кукурузного сиропа, в котором содержится также много фруктозы. Именно фруктоза делает этот сироп одним из самых вредных продуктов в мире. Ешьте сложные углеводы. Сложные углеводы с высоким содержанием растворимой клетчатки дают длительное ощущение сытости. Так происходит похудение и снижение уровня наших триглицеридов. Нужно есть больше пророщенных семян, орехов, пророщенной гречки, зеленой и прочих продуктов с высоким содержанием полезной клетчатки. Ешьте полезные жиры. Богатые омега-3 жирными кислотами продукты снижают уровень триглицеридов, поскольку ограничивают доставку свободных жирных кислот в печень. Так снижается активность ферментов, которые синтезируют эти триглицериды. Стоят есть следующие продукты. Лосось, скумбрия, семена льна и чия. Яйца из фермерских хозяйств, если есть такая возможность. Вообще так называемая кето-диета, богатая полезными жирами, поможет снизить уровень триглицеридов. Разумеется, откажитесь от алкоголя. Употребление любого алкоголя напрямую влияет на уровень триглицеридов в крови и может стать причиной развития так называемой алкогольной жировой болезни печени и, конечно же, панкреатита. Поэтому стоит полностью отказаться от любого спиртного. Конечно же, чаще двигайтесь. Быстрая или медленная прогулка, час обычной ходьбы, спортивный бег или силовые упражнения. Не важно, что конкретно вы выберете. Главное, чтобы это были регулярные занятия. Не перечесть всех исследований, которые говорят о пользе спорта для здоровья. Поэтому не ленитесь и начинайте менять образ жизни уже сегодня. Что касается добавок. Принимайте рыбий жир. Всего за один месяц приема можно добиться значительных результатов. Рыбий жир подавляет рост воспалений в жировой ткани, контролирует метаболические пути и регулирует поступление питательных веществ. Ниоцин. Ниоцин, он же витамин В3, снижает уровень триглицеридов примерно на 30-50% при регулярном употреблении ниоцина, то есть витамина В3. Добавка улучшает все нарушения липопротеинов. Также можно принимать липоевую кислоту. Эта добавка также способствует быстрому снижению уровня триглицеридов. Чеснок. У него масса достоин, среди которых способность предотвращать сердечные заболевания. Даже препараты из сухого чесночного порошка снижают и уровень триглицеридов напрямую, и общий уровень воспалений. Итак, важно помнить, что триглицериды – это особый вид жира в крови человека. Калории, которые телу не нужны, будут преобразованы в триглицериды и далее будут храниться в жировых клетках. При надлежащей работе организма особые гормоны используют триглицериды для получения энергии в те периоды, когда мы не едим. Если функция органов нарушена, процесс дает сбой. Если в организм поступает намного больше калорий, чем он расходует, уровень триглицеридов, конечно же, начинает расти. На его уровень также влияют привычки, диабет второго типа и ожирение. Рецепт понижения триглицеридов вообще прост. Больше движения, больше полезной пищи, клетчатки, правильных жиров. Никакого спиртного. И также нужно забыть о курении, сладкой пище и рафинированных продуктов. Принимайте также пробиотики для повышения общего иммунитета. Делитесь данным видео со знакомыми и друзьями. Данная же статья лежит на моем сайте densokolov.com Будьте всегда здоровы и счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok